Новостью за 24 марта по всем соцсетям активно обсуждают визит Си Цзянпина Путину. Ну вот пример из социальных сетей. Ну общая тональность вот эта, и мне же кто? Оппозиционеры всех, друзья, да? Сдаёт страну китайцам, и вот тут целый вагон всякой, значит, негатива по поводу китайцев, товарищ Забайкалье, вырос. Китайцев наблюдал, да, что он, значит, фиксирует, что, конечно, китайцы не считают русских людьми той же культуры, считают совершенно другими, но это очевидно, что РФ для них только периферия сырьевая, и они просто тут всё выкачают и так далее. Ну и показывают примеры хищнического сельского хозяйства Китая, ну они на самом деле в Китае так же у них. Они в Китае всё из земли выкачивают, потом не знают, что с ней делать, ну ладно. Жёстко ведут дела, по его мнению, ну, сомнительно, ладно. Ну и да, значит, поминают, что колонизаторы русские. А почему бы им, зачем им забывать про это? Действительно, Россия в 1858 году захватила Приморье, которое было по всем международным договорам китайское. Потом Россия участвовала в подавлении боксёрского восстания, пыталась захватить Манчжурию, ну и так далее. Конечно, больше участвовали другие колониальные державы, чем в России, но про них тоже китайцы помнят и не забывают. А почему они должны забывать? Это нормально. Почему народы должны? Это вот русские почему-то думают, что все должны забыть. Никто не должен забыть. Как говорится, это самое. Не забыто. По поводу жёсткие партнёры, видимо, с пролетариями жёсткие. Вот по моему опыту, корректные партнёры китайцы. Но они чётко ставят задачи, я вот работаю с Китаем, мне нормально оплачивать. Но я, конечно, в научной сфере, да. Задачу чётко ставят, потом чётко следят за её выполнением. Вот русские плохие партнёры, я, так сказать, опять же, не хочу никого оскорблять. Но вот типичное для россиянина, да, там, условно, так сказать, русские, так сказать, постсоветские. Типичное для россиянина поведение. Он не чётко даёт указания, когда вот даёт, собственно, сам заказ. Потом он начинает во время заказа какие-то дополнительные работы внезапно подкидывать. На просьбы конкретизировать, что же надо делать, он отвечает истериками традиционно, какими-то обвинениями. И так понятно, что он не знает, что делать, но считает, что вот ты должен виноват. Ну, естественно, по результатам всей этой работы виноват, конечно, будешь ты, а не он. В общем, работа с постсоветским человеком – это сплошные скандалы, истерики, неопределённость. Такое впечатление, что с какой-то бабёнкой менструирующей вечно работаешь, хотя там, может быть, и мужик 40 лет, но вот так себя ведёт. Но китайцы хоть так себя не ведут. Всё-таки ведут себя, как этот самый мужчина. Может быть, вот это считается у русского товарища с жёстким работой, что истериками он ничего там добиться не может. Ну, так это правильно. Кстати, про меня тоже эти вряди вечно считают, что я какой-то там конфликтный и так далее. Не, я азиат просто, я просто китайец. Вот правила есть, кто правила не соблюдает, я его забаню и нахуй пошлю, кто бы он ни был. Ну, это нормальное, на самом деле, поведение. Это просто вот истеричные, так сказать, россияне, все считают, что почему-то я конфликтный. Нет, я просто баню, когда нарушают какие-то нормальные правила. Типа неправильно ведут дискуссию, там, оскорбляют, там и так далее. И навсегда баню, да, вот так китайцы будут делать. А правильно, так и надо. Вот хотелось бы, так сказать, пожелать, что китайцы наведут порядок, но я должен разочаровать всех, они не наведут. А они просто, вот мы им просто не нужны. То есть они наведут порядок у себя в Китае, он там есть, и это прекрасно. Ибо за счет этого Китай развивается. А в России они не наведут, потому что, ну, они считают, что это просто бросовые, так сказать, материалы, это погибшая культура, во многом тоже правы. Они считают, что просто вот они должны все вымерть, так сказать, в России, все должны умереть, да. А территория, да, она должна перейти к Китаю как более развитой цивилизации и так далее. Ну, примерно вот так, да. То есть официально они, может быть, так не говорят, но вот такое. Да и оно же обосновано. Ну, а что, вот эта вот сопля истеричная, зачем она нужна, действительно? Может быть, лучше китайцы будут в Сибири? Вот так они мыслят. Хотя, да, я человек западного воспитания, мне, так сказать, тоже всех жалко. А вот китайцам не жалко. Ну, и надо сказать, что у китайцев современная идеология. Само использование Путина каких-то вот традиционных ценностей и религии в период, когда у нас уже позднее индустриальное общество. Это напоминает так, что Путин просто валяет дурака, просто изображает из себя сумасшедшего. Но понятно же, что от кадила шпиндель токарного станка не заработает. Чтобы нам, так сказать, доказать эффективность традиционных ценностей, традиционных религий, давайте мы поставим Папа на токарный завод, он помолится Богу и посмотрим, закрутится ли от этого вал токарного станка. Вот если закрутится, тогда, значит, это эффективно в индустриальный период. А не закрутится, так и зачем это. Вот сама вот эта, все эти рассказы про традиционные религии, соответственно, говорят о чем. Во-первых, Путин это просто паразит, потребитель ренты. И просто он держится за свой статус. Этот его статус какая-то древняя религия подтверждает, как он думает, хотя на самом деле она не подтверждает, потому что там цари были они. Там в то время другие были правители, а не Путина, и другие были критерии. Он думает, что она просто подтверждает статус, ну и придуривается. Никакого соответствия между этой религией и современными запросами современного общества, современной экономики, политики нет. Тут нужно что сказать, что у Китая современная идеология. Модернизированный маоизм, это современная идеология. Я тут из Мао цитировал уже, и, видимо, еще буду цитировать со временем. Я его тоже читал, изучал и так далее. Я и китайский более-менее же знаю, и собираюсь тут и курс китайского доделать. Это современная идеология. Дугин этот, который пляшет в лаптях и что-то там крестом размахивает, смотрится как какой-то папуаз рядом с Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун понимает предельно, что нужно, так сказать, обществу в его время, что нужно его обществу китайскому. Так как нужно было резко, так сказать, все преобразовать, они проводили культурную революцию, но потом они это сгладили, потому что так резко уже потом не надо было. Однако толчок дал Мао Цзэдун, и потом они все это развили, адаптировали, сделали более современную идеологию, и молодцы, и все. И вот этого же идеологии модерна, даже вот этот вот марксизм, там может быть тагматический, да хер на него. По сравнению с православием, это все равно, что сверхзвуковой самолет по сравнению с телегой, на которой едет поп и что-то там машет во все стороны. Поэтому да, у китайцев современная идеология, за счет ее они модернизировали общество, у них есть действительно экономика, вот и с этим, видимо, связаны все эти страхи, что вот раз, так сказать, китайцы приехали, то, видимо, значит, Путин капитулирует. То есть страхи русских либералов и русских ватников обоснованы, на самом деле. Китайцы сильнее и лучше, и более развитые, и имеют нормальную идеологию к тому же. И цивилизация действительно древняя, и вы поркосячили перед китайцами, когда захватили Приморье, и они вам не забудут. А все правильно, потому что делают. Вот так и надо. Однако же, следующая, значит, картинка, это как, значит, у нас либералы русские представляют себе, значит, ватника. Ну, понятно, что Шариков. С Китаем будем дружить и вместе миром управлять. Почему я эту картинку тоже взял? А китайцы примерно так смотрят. Вот такой вот приходит волосатый и говорит, что мы будем дружить и миром управлять. Они не будут с вами миром управлять. Вот я тут в блогах тоже много обсуждал, что действительно, если будет союз Китая и России против Запада, вот о чем ватники бредят, да? И как бы вот этот приезд Син Цзиньпина они так и воспринимали. Вот если такой союз будет, то действительно они могут воевать сколько угодно. Потому что ресурсов очень много, природных и в России, и в Китае. Людские ресурсы огромные. И в Китае есть современная экономика, которой нет практически в России. В России только сырьевая. Но они не объединятся, китайцы. Потому что вот с этим кто-то будет дружить и миром управлять, вот с этим парнем. Да наружу написано у него, что не будем мы с ним дружить и миром управлять. Поэтому вот хотя я сначала, так сказать, так вот испугался, что видимо затянется война теперь навеки, если Китай поможет. По результатам-то этого всего, визита Син Цзиньпина, никакой военной помощи же, как я понимаю, Китай не оказывает. Они частично санкции экономические через Китай обходят, да и то не все. Син Цзиньпин вообще-то приехал с планом мирного урегулирования и предлагал войну прекратить. На что Путин не пошел. Это, кстати, китайское решение вопроса. Вот хотя, так сказать, китайцы и обижены там и на Россию, и на Запад, они же не воевали, да? Они же вот не вводят войска в Приморье. Хотя они считают, что да, могут они это предъявить. Не вводят. Потому что они цивилизованно действуют все-таки. И они на этом пути достигли успеха. Вот я всю войну, я же что говорю, что Россия, если же какие-то претензии имеет, она, может быть, экономику бы сначала подняла, а потом бы устраивала военные действия. Так вот, Китай-то правильно действует. Они подняли экономику, они военные действия устраивали, как дураки. Они умнее этого много раз. Я преклоняюсь перед китайской цивилизацией, на самом деле. У меня западное воспитание, ну и культуру. В принципе, меня воспитали поляки, потом я оканчивал университет российский, где все равно меня на западной культуре. Поэтому да, в Китае мне было трудно жить просто потому, что я не люблю иерархии, статусы. Я понимаю, что там на всем основано. Но тем не менее, даже вот с точки зрения моего этого европейского воспитания, Китай много раз эффективнее, Россия. Россия просто, ну, рохлит. Она шизофренична. Сама идея, вот мне как западному человеку проще анализировать идею. Сама идеология полностью внутренне противоречивая, оправдание этой агрессии полностью противоречивая. И на этой шизофрении никуда не уедешь. Вот они будут что-то такое нести, все сами понимают, что врут. Ну вот как, да, Булгаков тоже пишет же. Ну вот врут, все сами понимают, что врут, глаза от вранья косили и вот продолжают врать. Ну вот это Россия. Что-то вечно имитировать и так далее. Китай не имитирует, он целостен во всех своих позициях. То есть эта культура мне может быть и чуждая, но она целостная и логичная внутри. И она может победить. А русские либералы, русские ватники не могут победить просто перед нами какой-то вот с глазами окосевшими от вранья. Как может такое победить? Не может, а китаец может. Вот. Ну а что вот я об этом поводу могу сказать? В итоге-то. Скорее всего они так и не подружатся. Китай будет получать выгоды из этой ситуации. Китай примерно, как я, допустим, считаю, что что ватники, что либералы, русские, один хрен говно. Китай в принципе считает, что что русские, что американцы, один хрен колонизатор. Это мысли они между собой дерутся, да, и пусть дальше дерутся. Скорее всего такая позиция, и я сомневаюсь, что эта позиция серьезно поможет Путину. То есть китайское чисто прагматичное желание вот от такого вот парня, который еще и прокосячил что-то такое вот получить, потому что он поругался еще с другим таким же парнем. Вот в их понятиях, да. Я не знаю, поможет ли это Путину. Ну, в общем, можно все это дело обсуждать. Процессы продолжаются мировые. Империалистическая война, к сожалению, продолжается. И все мы можем на ней погибнуть. В основном смотрел всякие курсы научные, поэтому про фильмы не будет. Играл вот в игру «Династия Дикого Запада». Ну, это про Дикий Запад. Там интересно, можно стать самому поселенцем, разные навыки осваивать. То есть как бы там начинается с того, что чувак из города попал на Дикий Запад, и он постепенно там учится всему. Там есть у него учитель, там попадают в различные города и так далее. Вот в этом плане интересно развивать персонажа, строить собственное, так сказать, хозяйство. Ну, вот такие там красивые пейзажи еще есть. Правда, я не доиграл, времени-то у меня играть мало, но в целом у меня игра впечатлила. Смотрел «Своя колея» — это концерт по поводу Высоцкого, уже юбилей Высоцкого. И там постоянно это слово они упоминают. То есть, по их мнению, Высоцкий воспевал бы военную операцию против Украины. И чуть ли не в каждой песне говорят, что вот мы там сражаемся тоже, как и во Вторую мировую, и все такое. Ну, кстати, вполне возможно, потому что Высоцкий все-таки был официальный поэт советский. И они, да, он, по-моему, против Китая там песни пел. Если было бы нужно, они бы Высоцкого привлекли, он бы сейчас вот с такой же вот честной рожей воспевал бы победы, так сказать, путинской армии в Украине. Посмотрел РИК. Это документальный проект Дмитрия Комарова. Очень интересный. Традиционное качество Комарова. Он там беседует с президентом. Вот с президентом и со всеми высшими чинами Украины. Атмосфера трудного, потому что это чувство. Атмосфера от украинской пропаганды какая-то домашняя. Вот слушаешь даже про войну, говорят, и расслабляешься. А от путинской наоборот. Какая-то вот немецкая какая-то вот, армейская, то есть напрягаешься, когда вот это бабах, там, бабах, вот так. Ну и язык такой, вух, вух, русский, да. А украинский такой, о, да, да, там, плывет. То есть это вот как бы ощущение, это я просто участвую в эмоциональных ощущениях говорю, что вот, когда что-то вот украинское воспринимаешь, даже пропагандистское, это кажется родным домашним. А когда что-то русское, то вот чем-то таким жестким и всегда готовым тебя уничтожить. Вот, украинская пропаганда пахнет домашним хлебом, а русская кирзовыми сапогами. Ну, это может быть мое индивидуальное, я все-таки в славянской семье воспитывался. Ну, конечно, говорит он обо всех ужасах. Вот Чернигов разнесли, упал самолет. Ну, а вот что, жили люди, работали. И на них самолеты с неба. Империалистическая война. Все это ужасно. Севера Донецка, вот Дима Комаров. Буквально там 500 метров от фронта. Молодец. Он вообще никогда таких вещей не боялся. Ну, и вот опять же, ну, вот в этих домах, ну, обычные наши дома, я говорю, там так же все абсолютно. Я же там жил, в Украине-то 5 лет, да? Вот так же все, как у нас выглядит абсолютно. Те же вот дома, те же магазины, абсолютно все тоже, только гривны. Такие же остановки, все, посмотрите, такой же город, его разнесли по врагу. Каждый дом там разнесли, артиллерий. Что ужасно-то. И продолжают раздувать вот эту рознь национальную против украинцев. Такие же, в общем, люди в тех же условиях постсоветского этого общества живут. Смогли хоть какой-то решительный поступок сделать с этим Майданом, чтобы это общество преобразовать, сделать европейским. И вот, видимо, за это им теперь сжигают дома. Причем простым трудовым людям, которые даже и в политике-то, большей части, не участвовали. Они же там аполитичны, даже во время Майдана. Я же там ездил во всех этих поездах, автобусах, говорил все время с ними. Они даже во время Майдана, там половина страны, говорю, что им плевать на всю политику. Когда вот она, пока не начали бить по нему, значит, уже из пушеку, тогда уж, конечно, не плевать. Кончается оптимистически это наступление на изюм. То есть Дима все-таки кончил, конечно, оптимизмом, и это правильно, и хорошо, и структурно все у него сделано. У него идет не хронологически, но в определенной такой последовательности художественной. Ну, это правильно, все как обычно профессионально работает. Но вот все-таки остановилось же это наступление на изюм, так вот надеялись. И уже сколько давно, уже никаких наступлений, да? Полгода. Так что все-таки на настоящий момент не знаю, чем кончится. Вот, и это все на самом деле обесценивает какие-то долгосрочные планы для меня. То есть я частично, кстати, работу остановил, меньше работаю, потому что какой смысл копить деньги могут убить в любой момент, да? Поэтому я стал больше на Ютубе болтать. Но с другой стороны, да, это творчество моему помогает, на Ютубе болтаю много. Но это я просто вот к себе применяю. Я понимаю, что у меня проблемы меньше, чем у жители Украины, которых их дома раздолбили. Ну, просто вот как бы мои личные новости, я поэтому и говорю, как я это ощущаю. Что пока что наступление провалилось, опасность эта продолжается, в России расцвет этого фанатизма ультрабравого. Вот. Ну и, в общем, результаты непонятны. Никакой нормальной оппозиции в России нет. Это все, в общем, большей частью мерзавцы на побегушках у русской буржуазии, которая срослась с бюрократией русской. Единственная надежда, что вот, может быть, Украина как-то раздвинет свои границы или влияние. Потому что в Украине я был, там есть реальное гражданское общество. Она вот этим отличается, что они настоящие. Вот там есть люди трудовые, они реально свои интересы выражают. А у нас вместо реальных людей стоят все время какие-то имитаторы, которые все, что говорят, потом поворачивают на то, что нужно поддерживать бюрократов и платить им бабки. А вот в Украине не так. Там реальный человек реально свои интересы выражает. И причем это мне сразу даже дистанционно было видно по украинцам, еще когда я там не жил. Те годы, которые я там прожил, еще лучшие годы моей жизни. Потому что я хоть жил в настоящем мире, а не в мире, где все врут и хамят. Ёб твою мать. Хотя там эти все оставались, конечно, пережитки советчины, но было видно, что люди другие и они очищаются от этого. И чем это кончится, я не знаю. Вот хотят потопить их в крови. Все это их восстание, все это движение. По поводу планов немножко расскажу, как у меня это выглядит. Что примерно было понятно, допустим, зачем латыни, как что я планирую дальше делать, пока меня не убило путинское правительство. Ну вот, на самом деле у меня все расписано. Завтра суббота и будет 4 клипа про перепончатокрылых. Там вот воскресенье, допустим, вот все, у меня расписано до конца октября. Почему я расписываю вперед? Потому что, чтобы знать примерно, что когда будет и не дублироваться. Ну вот, где-то к концу марта я закончу уже, выйду на языки валов и фула, дойдут от 1826 года и так далее. Это, короче, у меня обязательные, то есть я каждый день начинаю с того, что вот обязательную норму делаю. А латынь идет как дополнительная. Вот у меня дополнительные. То есть дополнительные, что имеется в виду, я делаю, когда позволяет работа. получается от нуля до трех клипов по латыни. Если меньше загрузка, да, то до трех клипов выжимаю латынь. Если совсем там загрузка, а я ее не нормирую, там внезапно кто-нибудь приходит и говорит, надо то и все. Тогда может и на нуле быть латынь. То есть я как бы вот часть сделал обязательной, которую я все равно могу выработать, да, а часть сделал уже там ситуативно, потому что такой ритм труда, да. Значит, поэтому вот эти я китайский сначала хотел делать параллельно, а потом разбил вот на такие этапы, вот что я придумал. Вот я латынь всю дожму, полностью в латыни будет 222 урока, осталось где-то 60, но я рассчитываю в среднем 2 в день, получается, рассчитываю к концу апреля добить латынь. Потом у меня есть уже 10 уроков китайского на бусте, я их добью до 30. Наверное, я буду выкладывать каждый десятый, допустим, десятый, двадцатый, тридцатый, чтобы было хоть видно на какой там стадии. Буду их выкладывать в общий доступ, а в основном курс будет китайского на бусте. Потом я по медицине первую помощь доделаю, она уже начата, надо доделать. Тут планируется медицинская энциклопедия, но где-то вот в следующем году это частично начнется, и кое-какие медицинские курсы я буду делать заранее, раскидывать вот по дополнительным, в химию запихну и так далее, чтобы хоть, чтобы так не кончилось, что только медицина круглый день на канале, то есть как-то ее распределить. Вот я частично уже начинаю медицинские курсы. Вот первую помощь доделаю, там мало, кстати, там уже чуть ли не половина есть. Потом китайские до 60, потом курс выживания на бусте где-то на 50 будет, там выживание в экстремальных условиях, 10 клипов есть, ну где-то вот еще до 50 добью, чтобы уже точно было, да, такой полноценный курс. Потом китайские до 90, потом опять уход за больными, потом китайские до 120, потом сделаю древнекитайский отдельно вань-янь, вань-янь в открытом доступе, 64 клипа по классике древнекитайской. Вот по поводу Великого Китая, я вам прям тут в оригинале разберу всю классику китайскую я могу. Вот как сейчас я разбираю латинскую, да, я китайскую разберу, конечно же, язык весь, расскажу, все будет. Уникальный курс, насколько я понимаю, на английском даже вань-янь-янь нет, да, будет вань-янь. Культуру я эту в оригинале знаю, но я ей не сочувствую, я не люблю иерархию, китайская культура основана на иерархии. Мао правильно против этого протестовал, понимал, что это мешает, что надо культурную революцию делать, что надо бунтарей, но все-таки он радикально не преобразовал. Он все понимал правильно о своем народе, товарищ Мао. Но это не доделанно, все равно они остаются азиатами. Но я расскажу, что у этих азиатов в голове. Дальше, значит, китайские до 150 довожу клипов, то есть вот так вот рывками будет китайский, не один, потому что он большой. Я хочу весь китайский абсолютно до последнего уровня. То есть там будет 333 урока в итоге или 444, посмотрю, как мне хватит до 333. Я буду разбирать все учебники, всевозможные китайские, английские, русские, с примерами, то есть будет много текстов, примеров, там уже это началось, просто я про фонетику пока. Буду разбирать произведения всякие классические на этом, на Путунхуа уже на современном языке, и Мао, и газеты, и все такое, это все будет в большом количестве, это я планирую. Почему вот оно на пару лет растянется, я хочу полный китайский дать с культурой, там совсем, все, что полагается. Самый большой китайский в мире будет тут, и на Ютубе, и так далее. Потом пропедевтика болезней, потом китайский до 180, потом я планирую доделать санскрит. Санскрит, 50 клипов есть, но давайте до 108, до сакрального числа доведем, изложим там всю грамматику, куча примеров из буддийских сутр, предполагается, вот потом то делаю я санскрит, он уже наполовину есть, и можно посмотреть, что там уже половина санскрита лежит. Потом китайский до 210, потом кости мышцы по медицине, мышечные всякие, костные болезни, вот так. Это вот отрывок, короче, планов, которые идут как дополнительные. Но на самом деле дополнительные иногда означают, что я больше по ним работаю. То есть, вот я, допустим, иногда по три латыни, это значит, у меня время было. Ну и они все-таки большие, вот 210 уроков китайского уже много. Скорее всего, летом, вот где-то, не знаю, ну там до выживания дойдет или до ухода, скорее всего, половина этого плана будет реализована к концу лета. Вот так. Вот такие дела. Ну и вот это, если кто-то хочет, чтобы я побольше этого делал и поменьше работал, я говорю на бусте вступайте, это, по крайней мере, мне поможет меньше работать. Учитывая войну, я сейчас работаю мало. может быть часа четыре, наверное, день. Так как я не понимаю, зачем зарабатывать деньги, могут все время убить. Я работаю на выживание. Если кто-то компенсирует бустиком, ну, значит, вообще работать не буду. Я так вообще понял, что работать не надо, потому что всегда могу все конфисковать, забрать, разбомбить и так далее, а нахер тогда и работать. На ютубе надо тогда выступать, значит, вот рациональная деятельность. Что-то после себя оставить, отдохнуть, сформулировать свои взгляды на жизнь, изучить санскрит до конца и так далее. Вот это более реальные планы, чем разбогатеть там или получить новые заказы, а зачем мне эти заказы, я буду париться, напрягаться, а потом меня Путин в тюрьму посадит или на фронт отправит убивать, а зачем это мне надо. Вот что я буду делать, а работать я, конечно, не буду. Ну, вот такие у меня новости на сегодня. доitos на сегодня. Продолжение следует...